Ведение охотничьего хозяйства и охоты регулируется соответствующими правовыми актами. В Гомельской области из 11 с лишним тысяч владельцев оружия более 10 тысяч являются охотниками. Далеко не все они соблюдают действующее законодательство. Есть и те, которые хранят огнестрельное оружие без соответствующего разрешения. На территории Гомельской области проживает более 11 тысяч владельцев зарегистрированного оружия. В 2020 году из незаконного оборота изъято незарегистрированного 111 единиц. Добровольно гражданами сдано 115 единиц незарегистрированного оружия. Почти 12 тысяч боеприпасов добровольно гражданами выданы в РОВД. К административной ответственности за нарушения привлечены 46 человек. Возбуждено 67 уголовных дел. Прежде чем будет принято решение о конфискации оружия и привлечении гражданина к установленной законам ответственности, все изъятое оружие и боеприпасы направляются в Государственный комитет судебных экспертиз для проведения соответствующих исследований. В ходе проведения баллистической экспертизы проводится экспериментальная стрельба в баллистической лаборатории, в том числе и охотничьего оружия. По результатам экспериментальной стрельбы устанавливается пригодность оружия для стрельбы. От вывода экспертизы зависит дальнейшее процессуальное решение судебными органами. Министерством лесного хозяйства приняты некоторые изменения в правилах охоты, которые вступили в силу 1 января 2021 года. В целом они направлены на улучшение условий и повышение доступности этого промысла. Охотникам теперь можно стать уже с 16 лет, при этом до 18 охотиться придется только безоружейным способом. Срок действия разрешения на ношение и хранение охотничьего оружия увеличится до 5 лет. Также до 5 лет увеличится срок действия медицинской справки. Упразднена карточка учета нарушений к удостоверению на право охоты, а регистрационные документы на охотничьих собак и ловчих птиц исключат из перечня документов, которые необходимо иметь при себе. Уголовные и административные наказания не будут применяться к охотникам за незначительные правонарушения. За проведение незаконной охоты законодательством Республики Беларусь предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Помимо предусмотренной ответственности, лица, совершившие незаконную охоту, также выплачивают вред, причиненный окружающей среде, который рассчитывается в соответствии с таксами, утвержденными президентом Республики Беларусь. В 2020 году инспекциями Гомельской области выявлено более 60 нарушений правил ведения охотничьего хозяйства и охоты. По 17 нарушениям возбуждены уголовные дела. Нарушения в сфере охоты, которые ярко проявлялись в разгар сезона, свидетельствуют о недостаточном уровне правовой культуры в рядах охотников. Многие из них готовы рискнуть репутацией и потерей права на охоту в угоду сейминутной выгоде. В связи с окончанием сезона охоты на пушных видов животных активизировалась тихая охота с использованием петель. Они являются запрещенными орудиями добычи в Республике Беларусь. Обычно они изготавливаются из металлического троса, проволоки или веревки. Попадая в ловушку, зверь инстинктивно двигается вперед, затягивая петлю и погибает мучительной смертью. Только за январь этого года инспекторами Гомельской области изъято более 15 таких запрещенных орудий охоты. Неизменной остается главная их функция – борьба с браконьерством и преследование правонарушителей. Областная инспекция охраны животного и растительного мира просит граждан, располагающих информацией о совершенных или готовящихся фактах нарушений природоохранного законодательства, сообщить об этом по телефону доверия или отправить фото или видео факты нарушения на мобильное приложение Viber.